Людмила Щепахина Любимым видишь ты достойнейшие всех времен прекрасные черты. Не потому и в конце концов сквозь вихрь дневного гуда в тебе живет его лицо, как ожидание чуда. А может твой любимый плут, предавший дух и тело, и голубые очи лгут легко и оголтело. В любви он, может, ищет благ, прикрывшись ей, как робой. А может, просто он дурак? Ну, разберись, попробуй. И ты не видишь ничего, как и тогда, в начале, сосредоточив на него заботы и печали. И будешь взгляд его ловить, и розоветь от смеха. И все ж не дай, Господь, любить плохого человека. Людмила Щепахина Женщина Ах, что вы делаете, женщины, и по каким таким причинам самоотверженно и жертвенно вы угождаете мужчинам? Зачем от них вы так зависите? Зачем вы им на шею объясните? Зачем обиды им прощаете и все на свете упрощаете? Мне ваша доброта не нравится. Она как ноша на горбу. И ваше вечное неравенство, не перешедшее в борьбу. Опомнитесь, скорее, опомнитесь. И так потери велики. Бегите от уютных комнат, От уютов комнатных и магазинных волокит. Я предрекаю вам заранее, Придет к непризнанным признаниям. Мужайтесь, женщины, мужайтесь, Себя свободой окружайте. Решайте, ведь еще не поздно, Ведь мир не домик из слюды. О, женщины, Хватайте звезды и перепутайте следы, И совершенством поражайте, И смейтесь, И детей рожайте. Но только упаси вас, Боже, Бездарно вылезать из кожи, В глаза заглядывать мужчинам, Как самым крупным величинам. Читал Виктор Викторович Федотов. Эти стихи я нашел, Разбирая бумаги своей мамы. Про нее я сделал целый видеосюжет, Назвав его «Вот какая мама». Теперь первая мысль была, Что такие строки легко послушать в интернете. Но мысль эта оказалась наивной. Зато с радостью узнал, Что еще здравствует поэтесса, Автор стихов, Будучи моложе моей мамы на несколько лет. Рядом с этими листками В архиве есть стихи Иных советских поэтов, В том числе ушедших И непредставленных в интернете. Есть выписки из Риммы Казаковой. И сложилось представление, Что все это объединяется темой, Которую можно назвать образ женщины В поздней советской поэзии. А также можно расширить круг источников, Не добавить к поэзии Живопись, скульптуру и кинематограф. И тема, может быть, даже еще не тронута. И нехорошо было бы, Если бесследно канут те источники, По которым о ней можно говорить. И вот поэтому, Как очередной дар памяти Своей мамы, Я решил записать эти стихи И включить их в видео Из серии «Домашний архив».